«Преобразуйтесь обновлением ума». «Преобразуйтесь обновлением ума». Это такая тема, что я у себя на домашней группе проповедовал. И с людьми начинает что-то происходить. И я понял, что на самом деле нам всем нужно услышать эти слова. Я думаю, что во многом вы уже слышали это. Но я хотел бы, чтобы мы прям сегодня разложили все это. И увидели сами себя. Увидели сами какие-то свои твердыни, которые мешают нам в жизни. И чтобы мы действительно научились преображаться. Потому что на самом деле преображение ума – это процесс длиной в жизнь. Нельзя сказать, что ты преобразился уже на все 100%. И я могу сам по себе сказать, что я 14 лет во Христе. И у меня есть сферы жизни, которые еще не преображены. У меня есть еще какие-то твердыни в моем разуме, которые требуют этого преображения. И я думаю, что в жизни каждого из нас есть какие-то эти вещи. И мы с вами вместе откроем Римлянам, 12 глава, 2 стих. Римлянам, 12 глава, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, угодная и совершенная». Здесь апостол Павел просто говорит, что вам не нужно сообразовываться с этим веком. В другом переводе написано, что не формируйтесь с этим веком. То есть нам нужно перестать формироваться в соответствии с тем мышлением, которое есть в этом мире. Но Библия говорит, что нам нужно преобразоваться обновлением ума. То есть наш разум, он должен преобразиться. И когда мы были рождены свыше, наш дух, он полностью изменился. И Бог нам дал также другое сердце. Но наш разум, он остался таким же. И поэтому нам в течение всей жизни придется просто работать над своим разумом. И нам нужно будет формировать его в соответствии с теми стандартами, которые есть в Слове Божьем. И если мы хотим действительно узнать волю Божью, благую, угодную и совершенную, если мы действительно хотим пережить эту волю Божью, то мы должны просто отправиться в это путешествие преображения своего разума. Обновить свой разум, преобразить его в соответствии со Словом Божьим. Есть еще один интересный стих, это 3-е послание Иоанна, 2-я глава. 3-е послание Иоанна, 2-я глава. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. То есть на самом деле мы сможем преуспевать в своей жизни ровно настолько, насколько наша душа преобразится. Что такое душа? Душа – это разум, эмоции и воля. И если мы хотим, чтобы мы действительно добились успеха, нам нужно обязательно преобразить свою душу, преобразить свой разум. И наш успех, он будет ограничен ровно настолько, насколько преображен наш разум. И поэтому, когда мы тоже молимся, может быть, Богу, когда мы о чем-то мечтаем, когда мы о чем-то думаем, когда мы чего-то хотим от Бога, мы на самом деле ставим ограничения в своем разуме. И если мы чего-то хотим большего в своей жизни, то прежде всего нам нужно обновить свой разум. Нам нужно просто преобразиться обновлением своего ума. Аминь? Понятно здесь, да? Я вас сегодня сразу предупреждаю, что это будет учение, потому что иногда нам надо учиться. Поэтому, может быть, не будет так вдохновенно, но я хочу, чтобы вы что-то сегодня поняли, и я хочу, чтобы вы тоже научились, как это правильно преобразовывать. Потому что сам я это все практикую в своей жизни, и оно работает. И есть какие-то вещи, которые в моей жизни изменились. И об этом говорит само слово, то, что я вам буду сегодня говорить. Итак, мы обратимся сейчас к нашим твердыням. Что такое твердыни? Это 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. 2 Коринфянам, 10 глава, 4-5 стих. «Оружие воинствования нашего, не плотские, но сильные Богом, на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. И всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу». Вот эти твердыни, это и есть образ мысли, который в нас сформирован. Есть какие-то вещи, которые были сформированы с самого детства. Когда-то, может быть, папа или мама, они приходили и говорили вам какие-то слова. И эти слова, они просто были услышаны вами. Вы начинали так думать. Потом вы начинали так чувствовать. Потом вы начинали просто так принимать решения, исходя из этих чувств. Вы начинали просто поступать так, как вы слышали по этим словам. И в конечном итоге это все превратилось в какие-то привычки. И в конечном итоге это преобразовалось в характер. И в конечном итоге в судьбу. И поэтому наше мышление, оно определяет вообще нашу судьбу. От того, как мы мыслим, от того, так мы и будем поступать. Так и будет в нашей жизни. Если у меня может быть какое-то нищенское мышление, то я буду переживать эту нехватку денег. Я буду переживать эту нехватку благословений. Если у меня какое-то мышление отверженности, то я буду всегда переживать это отвержение у людей, даже которые не думали отвергать меня. Но это мышление, оно будет мешать мне в жизни. И поэтому есть некоторые твердыни, которые в нашем разуме, они должны сокрушиться. Эти твердыни – это те вещи, которые противостоят познанию Бога. Это те превозношения, может быть, это какая-то гордыня, может быть, это какая-то вера в какие-то вещи, может быть, это какие-то верования, может быть, это философия какая-то, может быть, это атеизм какой-то, может быть, это материализм, может быть, это коммунизм, это разные могут быть вещи. И это является всеми теми вещами, которые противостоят познанию Бога. И Бог хочет со всеми ими разобраться, потому что они противостоят познанию Бога. 2 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. 2 Коринфянам 4 глава 3-4 стих. Здесь написано, если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Что сделал дьявол? Дьявол ослепил умы. И когда мы были в мире, мы были просто слепыми, и мы не видели истину. Мы не могли понять истину Иисусе Христе. И нужно, чтобы какая-то твердыня, она сокрушилась в нас, чтобы мы действительно познали Иисуса Христа, мы действительно изменились и приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. Вот, но что происходит? Иногда дьявол продолжает держать нас в этой слепоте. Он продолжает держать нас в этом неведении, в этом непонимании. И Бог хочет, чтобы мы действительно преобразили свое мышление, чтобы мы увидели все те благословения, которые Бог приготовил для нас. Чтобы мы увидели себя глазами Бога. Чтобы мы действительно поняли, кто мы такие во Христе Иисусе. Понимаете, о чем я имею? Хорошо. Давайте для иллюстрации пару мест Писания мы такие посмотрим. Первое это числом 13 глава с 26 стиха. Числом 13 глава с 26 стиха. «И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней. И пошли и пришли к Моисею и Арону, и ко всему обществу сынов Израилевых, в пустыню Фаран, в Кадес. И принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. И рассказывали ему, и говорили, мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле, той силен, и города укрепленные весьма большие, и сынов инаковых мы видели там. Амалик живет на южной части земли. Хитеи, Ивусеи, Амареи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем овладеть ею. А те, которые ходили с ним, говорили, мы не можем идти мы против них, против народа сего, ибо он сильнее нас. И распускали худую молву о земле, которой они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря, земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая, живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые, там видели мы и исполинов, сынов инаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших, перед ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их. Вот такая картина. Они предстали перед этой землей, и Моисей послал их 40 дней выведывать эту землю. И когда они вернулись, они говорят, что на самом деле земля, она хороша. Но в этой земле живут сыны инаковые, в глазах которых мы были, как саранча. И в наших глазах мы тоже были, как саранча. То есть, что происходило? Бог на самом деле призвал их для того, чтобы одолеть эту землю, для того, чтобы одолеть этот народ. Но у них было рабское мышление, было рабское видение самих себя. Они видели себя, как саранча. И часто бывает так, что мы, даже будучи во Христе, мы тоже можем иметь какую-то низкую самооценку. И мы можем тоже думать о себе, кто я такой, чтобы мне вообще сделать это. Я навряд ли смогу это сделать, потому что это нужно быть таким и таким и таким. Но Бог говорит на самом деле, что мы можем одолеть, и мы можем преодолеть, мы все можем в Иисусе Христе. Для нас нет ничего невозможного. И мы не саранча. Вот, ты не саранча. Никто из нас не саранча. Но иногда мы так можем о себе думать. И израильтяне, почему они так думали о себе? Потому что у них было рабское мышление. Они находились в Египте. Они находились в рабстве 430 лет. И когда они были там, у них было сформировано уже рабское мышление. Они были постоянно под каким-то гнетом каких-то людей. И эти вещи, они так и остались в их разуме. Они вроде уже покаялись, потому что они были освобождены от египетского рабства. Они были уже свободными. Но их разум, он не был свободен. И этот разум, он мешал им просто взять и завоевать эту землю. Взять и преодолеть этих людей. Взять и победить этих людей. Но Бог на них на самом деле по-другому смотрел. И был только Иисус Навин и Халев, которые смотрели на себя по-другому. И Иисус Навин и Халев, они говорили, что в принципе мы можем одолеть. И мы на самом деле можем съесть их. Бог даст их нам на съедение. То есть на самом деле мы не саранча. Мы львы. Давайте мы посмотрим числом 23 глава. Числом 23 глава. Как на них смотрел Бог? С 18 стиха. Здесь описывается такой момент, когда Валах нанял Валаама проклясть Израиля. Но Валаам сказал, что я буду только говорить то, что я увижу и то, что я услышу от Бога. И Бог открывает Валааму, кто на самом деле Израиль. Какие они в глазах Бога. И смотрите, он здесь говорит. Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валах, и послушай, внимай мне, сын Сепфоров. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Но он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал, и вот благословлять начал я, ибо он благословил. И я не могу изменить сего. Не видно бедствия в Якове и незаметно нечестие в Израиле. Господь Бог его с ним и трубный царский звук у него. Бог вывел их из Египта. Быстрота единорога у него. Нет волшебства в Якове и нет ворожды в Израиле. В свое время скажет об Якове и об Израиле вот, что творит Господь. Вот народ, как львица, встает, и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, и не напьется крови убитых. Это так видел Бог Израиля. Но если даже Бог нас так видит, это еще не значит, что мы себя так видим. Но нам нужно сокрушить неправильное мнение о самих себе. И нам нужно вооружиться этим правильным мнением насчет себя. Просто посмотреть на себя глазами Бога. Посмотреть на нашу церковь глазами Бога. Посмотреть на нашего пастора глазами Бога. Посмотреть друг на друга глазами Бога. Посмотреть на свою домашнюю группу глазами Бога. Увидеть в тех людях, которые есть сейчас с тобой, не просто их недостатки, а увидеть то царственное величие, которое есть внутри них. Увидеть это, знаете, царское достоинство внутри каждого из нас. И мы на самом деле являемся львами, потому что лев из колена Иудина живет внутри нас. Аминь. Что делает грех в нашей жизни? Грех в нашей жизни, он хочет сформировать мышление недостойного человека. И нам уже тяжело иногда приходить перед Богом, нам иногда тяжело друг другу в глаза смотреть. Но даже если ты упал, даже если в твоей жизни, может, были какие-то периодические падения в какие-то вещи, ты просто должен на себя по-другому посмотреть, потому что сам Бог на тебя по-другому смотрит. И Он видит тебя как человека, который является сыном. А сын это тот, кто всегда может остаться в доме, и он никогда не будет изгнанным. Вот, потому что здесь Он дал для него лучшую одежду, Он заколол лучшего теленка. Вот, Он откормленного теленка, Он благословил его всеми благословениями. И иногда мы тоже, знаете, мы, даже будучи во Христе, мы приходим к Нему, потом переживаем какое-то благословение, но потом мы падаем в какой-то грех, и нам тяжело обратно прийти к Богу. Вот, но я вам говорю, что на самом деле Бог смотрит на вас, как на праведников. И вы праведны в очах Его, не потому что вы такой хороший или плохой, потому что праведность Иисуса Христа, она на вас. И когда вы исповедуете свой грех, когда вы каетесь с Нем, Бог уже смотрит вас, как на Сына, никогда не грешившего. Вот, поэтому давайте мы примем это благословение от Бога. И мы не будем думать о себе, знаете, вот этими категориями, что я не достоин. Ты достоин во имя Иисуса Христа. Да я тебе говорю в твое сердце, просто прими и поверь в это. Аминь. Смотрите дальше. Со старшим что было? Старший же сын, 25 стих, был на поле и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал его. Но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе, и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. Внимание здесь, смотрите, он говорит, что ты никогда не дал мне и козленка. Вот он вел себя и жил так, как ничего не имеющий. Но на самом деле это имение, оно было разделено, и у него была своя часть. Он имел это. И мы, будучи во Христе, и мы, будучи даже праведниками, это даже было в моей жизни. Есть некоторые вещи, которые я просто приходил перед Богом, и я говорил, Господь, почему в моей жизни нет вот этого, вот этого? Почему ты мне это не дашь? Но на самом деле, в конечном итоге я понял, что Бог уже все мне дал. Просто мой разум, он не настолько преображен, чтобы получить это. Я не настолько еще преобразился в свое мышление, чтобы просто быть в таком благословении, которое я еще не переживал. И поэтому я переживаю какое-то благословение ровно настолько, насколько преобразился мой разум. Вот поэтому Библия говорит, она говорит нам, что нам во Христе даровано все для жизни и благочестия. Это 2 Петра 1 глава 3 стих. Даровано нам все для жизни и благочестия. То есть не только для благочестивой жизни, не только для твоего призвания, но даровано все для жизни. Дарованы какие-то материальные вещи. Дарован муж, дети, жена. Вот даровано все нам для жизни и благочестия. Не только благодать, не только помазание. Нам дарованы также дома, дарованы квартиры, дарованы хорошие машины. Это все даровано нам, оно есть у нас. Это уже есть наследствие. Аминь. Помните, в Фессианам 1 глава 3 стих там написано, что Бог нас благословил всяким духовным благословением в небесах. Оно все уже есть. Оно уже все приготовлено для нас. Но нам нужно просто расширить свое мышление. И поэтому в той же первой главе он молится и говорит, я непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, отец славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил сердце вашего, чтобы вы увидели вообще, что такое богатство славного наследия для святых. То есть богатство славного наследия для святых. Нам нужно откровение, нам нужно познание Бога. Нам нужно просто через Слово Божье понять, что принадлежит нам. А нам принадлежит уже все для жизни и благочестия. Вот нам принадлежит вся сила, которая есть у Бога. Нам принадлежит вся благодать для исполнения призвания. У нас уже все есть. Вот это мы так должны себя видеть. Но старший сын, он просто приходил перед Богом, и он жаловался. И он говорил, Господь, Ты никогда мне не дал вот этого благословения. А почему Ты вот этих благословляешь? А я же больше для Тебя служу. А эти в миру, смотри, что творят. А Ты их больше благословил. А Бог на самом деле благословляет не просто по лицеприятию, а Бог просто дал свои принципы, Он раскрыл их. И эти принципы, они раскрыты для всех, они доступны для всех. И у кого-то разум просто преображен, и поэтому у него денег много. Вот, почему, допустим, у моей жизни столько денег, а в какой-то жизни денег гораздо больше. И это не потому, что Бог его любит больше, чем меня. А это потому, что у него разум преображен. Он просто к деньгам относится по-другому. Аминь? Вообще, если вы возьмете любую сферу в жизни, то в этой сфере вы терпите поражение на 80-90% только потому, что вы неправильно думаете, потому что разум не возрожден. И часто мы думаем, что дьявол виноват или Бог виноват. Это или Бог мне не дает, или дьявол удерживает. Но на самом деле нам уже все дано. Нам нужно, чтобы наш разум преобразился. Чтобы я действительно взял все эти благословения. Все, что принадлежит мне. И тогда отец, смотрите, что ему говорит. Он говорит, что... 31 стих. Сын мой, ты всегда со мною. И все мое, твое. Сын мой. Мы все сыновья Бога. Мы не какие-то сироты. Мы каждый из нас. Вот каждый сидящий. Давайте, может быть, скажем. Я сын или дочь Божия? Давайте. Я сын. А я дочь. А я сын. Вот. Мы или дочь, или сын. Мы в его семье. Если вы папа, и у вас есть дома холодильник, то дети не приходят и не спрашивают. Можно папа, я там... Кусок курицы съем. Я так хочу курей. Просто не могу. Помилуй, Господь. Еще чуть-чуть осталось. Еще чуть потерпеть. Поэтому нам нужно просто вести себя, как дети в доме. И он говорит, сын мой. То есть это наша позиция, это наш статус. Ты всегда со мною. То есть мы всегда с Богом. Бог всегда с нами. И поэтому все мое Твое. Поэтому я могу зайти в этот холодильник и взять, что мне нужно. И это все зависит от меня. Мне даже не нужно спрашивать это. Мне не нужно это просить. Есть многие молитвы, которые мы молимся, а их даже не нужно просить. Эти вещи уже принадлежат нам. Нам не нужно просить об исцелении. Нам не нужно даже просить о деньгах. Нам нужно просто взять и принять это. Нам нужно просто изменить свое мышление и просто увидеть себя с исцелением. Увидеть себя с этими деньгами. Увидеть себя с этим благословением. Оно здесь, с нами. Мы не те люди, которые расточают свое имение куда-то. А мы сидим в доме его. И это доступно нам. И оно уже разделено каждому из нас. Аминь. Хорошо. Теперь. Перед тем, как... Я хочу просто вам тоже сейчас просто прям пошагово объяснить, как изменить свое мышление. Вот. Я как-то увидел одно местописание. Я его никогда так не видел. Но оно прям мне все разложило по полочкам. Но то, что я вам дам, это нужно делать. Не так, как мы обычно привыкли, знаете, как... Ну, услышал, аллилюя. Я обогатился знаниями. Но все, что я вам скажу сейчас, это просто нужно взять и начать и делать. И тогда вы увидите, как пройдет пять лет, пройдет десять лет. И вы увидите, как ваш разум, он изменился. Вы увидите, как ваш разум преобразился. И вы получили очень много благословений в своей жизни. Но перед этим я хотел бы, чтобы мы тоже определили некоторые твердыни, которые есть в наших жизнях. Что вам нужно сделать? Вам нужно будет обязательно в своей жизни обнаружить те твердыни, которые мешают вам жить. Во всех сферах вашей жизни вам нужно просто обнаружить эти твердыни. Вот первое, что вам нужно сделать, это обнаружьте эти твердыни. Обнаружьте это неправильное мышление, которое мешает вам жить. Это может быть. Я просто перечислю, а вы уже там, ну, просто сами смотрите. Может быть, это низкая самооценка. Может быть, это нищенское мышление. Ты привык жить в нищете. Это у меня есть такая проблема. Я преобразил уже в какой-то мере свой разум. Но я просто родился в такой... Мы были самые бедные среди всех моих родственников. И у меня сформировалось это. Вот у меня всегда были вещи, которые были дешевле, чем у всех моих родственников, и иногда у моих друзей. И поэтому эти твердыни, это мировоззрение, это отношение к самому себе, оно у меня есть. Вот. Но оно сокрушается. И оно будет сокрушиться. Я его сокрушу во имя Иисуса Христа. Аминь. Поэтому, если... Знаете, как часто мы еще говорим. В следующий раз, когда я буду проповедовать, я вам просто объясню, что такое слова наши. Вот. Часто мы говорим такие вещи, и мы просто программируем себя. Мы просто говорим в свою жизнь. И мы формируем свою жизнь своими словами. Вот. Потому что, на самом деле, наше мышление начинается с того, что мы слышим какие-то слова. И эти слова, они сформировали нас. Все наши твердыни, которые у нас есть в голове, это все слова, которые были сказаны относительно тебя. Вот. Ты неудачник. Ты некрасивый. Ты некрасивая. Я недавно общался с одной сестрой нашей церкви. Она красивая. Вот. Я просто сто процентов даю. Я ей говорю, что ты красивая. Она говорит, я некрасивая. Я говорю, почему ты так считаешь? Мне папа с мамой так говорили. Мама с папой говорили, что у тебя никогда ничего не получится. Ты не сможешь даже в институте поучиться. Ты будешь где-то драить полы всю жизнь. Они говорили это ей. Вот. И в какой-то мере у нее уже твердыни в голове сформировались. Но эти твердыни, они рухнут, потому что Бог смотрит на нас совсем по-другому. Аминь. Может быть, в детстве вас унижал папа. Может быть, мама била вас тоже. Может быть, даже в школе вас унижали. И у вас уже сформировалось такое отношение к себе. Я саранча. Все. Но на самом деле во Христе Иисусе ты праведник. А праведник смел, как лев. Все. И поэтому ты начинаешь на себя так смотреть. Ты начинаешь себе так говорить. Берешь, смотришь на себя в зеркало и говоришь себе, кто ты такой на самом деле. Аминь. Есть еще, допустим, проблемы в семье. Если в вашей семье есть какие-то проблемы, ну вот семейные проблемы между мужем и женой, значит, разум еще недостаточно преображен. Значит, еще где-то в мыслях есть неправильное отношение к жене или к мужу. Это нужно менять, преобразовывать свое мышление. А не просто прийти, пастор, помолитесь за меня, а нам так плохо. А пастор обычно что? Он когда консультирует, он просто в мозг вправляет. Объясняет, как оно на самом деле должно быть. И поэтому нам нужно просто преобразовывать свое мышление. Может быть, это неправильное отношение к родителям, которое у вас сформировалось. Может быть, это неправильное отношение к мужчинам. Может быть, неправильное отношение к женщинам. Бывает, иногда мужчины неправильно поступали с женщинами. У вас уже есть определенное мировоззрение относительно мужчин. И это тоже может вам мешать вообще в жизни. Вы даже иногда, это препятствует выйти замуж, потому что есть неправильное отношение к мужчине. И мы молимся, просим Господь, дай мне, а Бог как-то и не дает. Потому что у нас есть еще неправильное какое-то мышление, есть неправильное отношение. Может быть, у вас с отцом были какие-то неправильные понимания. И потом во Христе, когда вы приходите к Отцу Небесному, это отражается на вас. То есть есть эти вещи, которые мешают вам правильно себя увидеть. Вы думаете, что Отец Небесный такой же, как был ваш Отец, но Он другой, Он гораздо более любящий. Вот, может быть, это еще отверженность какая-то. Вот, может быть, вас отвергали всегда в семье, и вы постоянно переживаете какое-то отвержение. Может быть, это болезнь. Вот, это тоже иногда нас обманывают. Есть такие, знаете, разные религиозные учения. Я когда в библейской школе учил, я прям все эти учения разбил в пух и прах. Уже Библия совсем по-другому говорит. Потому что некоторые говорят, воля Божия для меня это болеть. Нету такого в Библии никогда в жизни. Но кто-то из религиозных умов, он просто научил нас так. И мы верим в это, и это уже есть твердыня в разуме, которая мешает нам принять исцеление. И поэтому ты можешь Богу молиться, а сам себя видеть в воле Божией, что ты больной. Но на самом деле, ранами Иисуса ты исцелен. Это все, это твоя судьба. По-другому никак. Аминь? Бывает еще такая твердыня эгоизма. То есть, это я мне мое. Все, дайте мне. Я просто, я не хочу вести никакую домашнюю группу. Не хочу никого спасать. Зачем мне это надо? В какой-то мере, это эгоизм. Религиозность. Разные есть религиозные вещи. Ты думаешь, что ты что-то сделаешь для Бога, и Бог тебя примет. Но Бог тебя принимает не потому, что ты что-то для Него делаешь. А Бог тебя принимает, потому что ты Его сын, и ты Его дочь. И поэтому Он любит тебя и принимает тебя, как какой ты есть. Какая ты есть. Аминь? Потом, всякого рода зависимости. Это тоже связано с мышлением. Иногда нужно просто преобразить свое мышление. И если не преобразить мышление, то человек, который, допустим, был в наркотиках или был в алкоголе, он так и вернется туда-обратно. Я думаю, что ребята в стрип-центре не дадут мне ошибиться в этом плане. Нужно постоянно преобразовать свой разум. Может быть, это какие-то страхи. Вы боитесь, что вы, может быть, одна останетесь. Вы боитесь, что вы без денег останетесь. Это разные тоже вещи есть, которые могут быть в нашем разуме. Также это может быть какая-то гордыня. Какое-то превозношение. Вы думаете о себе не скромно, а больше, чем нужно о себе думаете. Есть тоже наши реакции на проблемы. Есть наше отношение к проблемам. Павел настолько преобразился по отношению к проблемам, что он даже, будучи в темнице, прославлял Бога. И будучи в темнице, он писал, он говорит, радуйтесь, еще говорю вам, радуйтесь. То есть его отношение к каким-то проблемам, оно было преображено. У него был разум преображен. Для него вообще не было проблем. Для него не было. Вот он попал куда-то, все. Я и здесь буду радоваться. И все равно все будет так, как Бог хочет. Ничто не сможет меня остановить. Аминь? Хорошо. Ну, это примерно так. Вы в своей жизни можете обнаружить эти. И прямо возьмите их, выпишите. Вот, у меня вот такая-то вот такая вот твердыня. Я объявляю ей войну. Помните то, что я, 2 Коринфянам. Там написано, оружие воинствования нашего сильный Богом. Оружие воинствования. То есть, с твердынями нужно воевать. Это должно быть отношение войны. Что значит воевать? Воевать, это значит, если ты не будешь воевать, то тебя это убьет. Если ты не преодолеешь это, то это преодолеет тебя. И это так и будет держать тебя в каких-то проблемах, в каких-то нерешенных вопросах. Поэтому этому нужно просто объявить войну. Аминь? Итак. Иакова 1 глава с 19 по 25 стих. Теперь конкретно, как это все дело сокрушить в своей жизни. Иакова 1 глава с 19 по 25 стих. Итак, братья мои возлюбленные. Всякий человек добудет скор на слушание. Первое, что нужно сделать, это нужно стать скорым на слушание. Нужно, выписав свою какую-то проблему, какую-то свою твердыню. Нужно взять и начать быстро искать слова из Библии. Нужно искать какие-то проповеди. Нужно искать каких-то людей, которые победили это. Нужно читать какие-то книги, связанные с этим. Если у вас нет денег, то что вы делаете? Вы начинаете искать обетование Божье, что Божье обетование говорит, что у вас есть деньги. Вы начинаете выписывать это. И вы начинаете слушать это. Вы начинаете читать какие-то книги, может быть, о деньгах. Вы начинаете просто менять свое мышление. С чего все начинается? С того, что вы начинаете просто поглощать эту информацию. Потому что нашему мышлению предшествуют слова, которые мы слышим. И поэтому, если мы хотим, чтобы наше мышление преобразилось, первое, что нам нужно делать, это просто искать эти слова. Читать Библию. Библия для нас должна стать самой любимой книгой на свете. Это больше, чем какие-то сериалы, это больше, чем какие-то интернеты, это больше, чем контакт, это больше, чем любые какие-то интересные вещи в жизни. Это наш приоритет, это главная книга, на которую мы просто ориентируем свое мышление. И поэтому нам нужно постоянно пребывать в слове. И то, что Библия говорит. Помните, Иисус Навин, 1 глава, 8 стих. Ты будешь успешен, если ты будешь пребывать в этой книге, поучаться в ней день и ночь. То есть день и ночь, это значит, я постоянно пребываю в этом. Я постоянно, у меня есть какое-то свободное время, я просто пребываю в этом. Я иногда себе просто даже делаю вещи. Просто беру вот этот талон, когда мы проехали, я использую талон. Просто беру какие-то места Писания, себе ставлю в карман. И когда я куда-то еду, я натыкаюсь на это место Писания. И я его беру, я его читаю. И оно все равно перед глазами моими. То есть я начинаю поглощать эту информацию. Я начинаю заполнять свой разум. Я начинаю заботиться и иметь Бога в разуме. Аминь? То есть это первое, что нужно сделать. Второе, это медлен на слова. Медлен на слова. Что значит быть медленным на слова? Ты имеешь какое-то свое мнение. Даже то, что я вам сейчас говорю. Может быть даже есть люди, которые сидят. И у них есть какое-то свое мнение. И они готовы были бы его высказать. Но так как им сейчас не добраться до сцены, они сидят и молчат. Но они так бы хотели сказать мне. И опровергнуть все вот эти вещи, которые я говорю. Но что вам нужно сделать? Вам нужно наоборот стать медленным на свои слова. Когда вы слышите истину, я часто это встречаю. Особенно, знаете, с людьми, которые недавно во Христе. Я им говорю, что нужно вот так поступить. А он мне просто выдвигает свое мнение. И говорит, что нет, вот так и вот так и вот так. Это ерунда, что ты говоришь. И он как бы, знаете, пытается противостоять этими вещами. И это говорит о том, какая твердыня у него в разуме есть. Та, которая противостоит мне. Для того, чтобы просто эта истина, она не пришла в его жизнь. И поэтому, если мы имеем какое-то свое мнение. Мы просто отодвигаем свое мнение назад. И мы просто закрываем рот. И мы не говорим, мы не начинаем спорить. А мы пытаемся выслушать до конца. Мы начинаем, читая Библию, не просто бросать ее в сторону и говорить, не, я так не смогу жить. А наоборот, как бы постараться, что я сейчас свое мнение об этом еще пока не буду просто проявлять. Но я буду медленным на слова. Я буду медленным на эту реакцию. Третье, что я делаю, это медлен на гнев. Мне ни в коем случае не нужно реагировать и раздражаться. Тогда, когда, может быть, я слышу какую-то проповедь. Я слышу какое-то учение. Я слышу какое-то наставление своего лидера. Что тебе хочется сказать? Тебе сразу хочется сказать какие-то слова. Потом тебе хочется просто иногда разгневаться. Тоже одного недавно, одного парня новообращенного мы наставляли. И он прям, знаете, он закипел прям весь. А когда человек закипает, потом уже рассказать ему, потом ему объяснить ты уже не сможешь. То есть он уже тебя не слышит, потому что чувства пошли вперед, эмоции пошли вперед. Поэтому нужно свои чувства сдерживать тогда, когда тебе, может быть, что-то говорят. Это бывает даже, когда постаржение говорит мне что-то. Знаете, он говорит мне, а я по-другому как-то думаю. И мне хочется всегда что-то сказать ему. А я сижу и просто думаю, а вот сейчас возьму и ничего не скажу. И мне иногда хочется просто, знаете, как бы чувства своими. Ну, ты достал уже меня просто. Я внутри себя, знаете. Ну, это честным быть, пока его нету, могу с вами поделиться. Кураторы, ну, я думаю, что вы тоже такие все. Да? Он что-то нам говорит, надо вот это сделать. Сколько он мне вот это... Пишите отчет по домашним группам. Он меня достал. Достал своими отчетами. Я сначала говорил, но я потом понял, что говорить бесполезно. Постаржение все равно знает истину, и он будет тебя пробивать на это дело. И слава Богу пробил. Через полтора года я сам себе пишу отчеты. Ему ничего не пишу, потому что он уже все. Понял, что он предал благодати Божией. Но сам уже себе пишу, потому что понял. Дошло. Вот. Поэтому иногда вам лидер что-то говорит, и нужно просто взять и быть медленным на слова. Быть медленным на этот гнев. Аминь. Ибо гнев человека не творит правды Божьей. Теперь следующее. Потому отложивши всякую нечистоту и остаток злобы. Следующее, что мы должны сделать, это мы должны отложить свое мнение. Вообще свое отношение. Вот, свои какие-то неправильные заморочки в своей голове. Нужно просто принять, что все, я откладываю это. Откладываю это значит, я отделяю это от себя. Это не мое. Я не буду от себя так думать. Это не моя судьба. Все, это не мое. Болезнь это не мое состояние. Я откладываю это. Это все, это не чистота, это злоба. Это то, что не принадлежит мне. Я не буду думать об этом. Я не буду переживать это. Все, это не моя судьба. Я не нищий. Я не какая-то саранча. Я благословенный. Все, я выкидываю это. Я отрекаюсь от этого. Нужно иногда просто, знаете, даже отрекаться от этого. Я помню, когда в библейской школе учился, и нас учитель тоже учил, и мы потом так, ну, я так делал тоже. И работает, вы знаете. Он говорит, если у тебя есть какие-то просто убитые туфли, которых ты уже ходишь три года, и тебе на самом деле стыдно уже в них ходить. Возьми просто, поверь, и выкинь их. Вот, просто у тебя не будет туфлей. Но когда ты выкинешь их, то ты просто освободишь какое-то место в своей жизни для чего-то нового. И мы так делали, знаете. Просто берешь и поверь, и выбрасываешь это. И потом приходишь к Богу, и говоришь, Господь, я все сделал, как сказал этот учитель. Вот. И кто-то приносит тебе какие-то туфли, или тебе Бог дает денег, и ты покупаешь нормальные туфли себе, и ходишь в них. Поэтому нужно иногда просто не бояться расставаться с какими-то старыми вещами. Не нужно бояться расставаться с какими-то, с какой-то старой машиной, я не знаю. С какими-то старым, старым телевизором вообще. Возьмите, выкиньте его уже. Вот, я не знаю, старый компьютер. Кто-то сидит еще со старым компьютером, которому 20 лет. И он мучается с ним. Просто возьми его, выкинь, поверь. А потом просто освободи место для каких-то новых вещей. Аминь. Поэтому нам нужно откладывать это. Все, я выкидываю это мнение о себе. Я выкидываю и больше так о себе не думаю. Аминь. Как происходит с мыслями? Давайте возгодим славу Богу. Иногда, иногда это могут быть просто какие-то мысли, которые опять приходят к тебе. Но ты просто не соглашаешься. И ты говоришь, нет, я не буду так. Это не мое. Иногда может быть какие-то люди, которые тебя соблазняют, которые просто несут тебе какой-то, знаете, опять дискомфорт. Они тебя тянут вниз. Тебе нужно оставить этих людей. И тебе нужно найти людей, которые просто прошли это, которые освободились от этого. Тебе нужно просто тоже откладывать вот эти нечистые, эти неправильные отношения. Может быть вы смотрите телевизор. Телевизор, я вам скажу, он просто разрушает нашу психику. Он разрушает наше мировоззрение. Он разрушает наше мышление. Вот какие-то вещи, какие-то, знаете, мирские вещи. Иногда, девушки, да, вы можете иногда просто смотреть на какие-то глянцевые журналы. Вот, и вы можете себе думать, а я вот не такая, как вот она. И если это вас разрушает, выкиньте все эти журналы и больше на них никогда не смотрите. Откройте Библию и прочитайте, что когда Бог творил, Он все сотворил весьма хорошо. И просто говорите, что я весьма хороша. Вот, и это Бог меня такую сотворил. У братьев, в свою очередь, тоже не нужно смотреть на вот эти вещи. Потому что они формируют наше мировоззрение, наши взгляды, какими должны быть девушки. Поэтому тоже нужно повыбрасывать все, не видеть этого всего. А нужно смотреть на этих прекрасных сестер, которые сидят рядом с нами. Аминь. Давайте, давайте воздадим славу за наших красавиц Макаламбакова. Аминь. Аминь. Смотрите дальше. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Это пишет Он верующим людям. И Он говорит, чтобы ваши души были спасены. Что значит души были спасены? Спасение души – это и есть преображение разума. Это и есть преображение мышления. Чтобы ваши души были спасены, нам нужно в кротости принять насаждаемое слово, могущее спасти наши души. Что значит в кротости? Кротость – это тогда, когда ты просто открываешь свое сердце, и ты без всякого сопротивления. Кротость – это то, где нет сопротивления. Ты не сопротивляешься, а ты просто, знаете, как бы ты сдаешься этой истине. Ты открываешь сердце, и ты принимаешь это. Принять – это не только услышать. Вы должны тоже увидеть здесь разницу. Можно много чего услышать. И можно много чего слышать. Но нам нужно вот это услышанное, нам нужно принять это в свое сердце. Нам нужно отложить этот остаток злобы, потому что остаток злобы, он будет противостоять этой истине. И нам нужно отложить это, просто принять все это, внутрь себя впустить. Впустить в свое сердце, впустить в свой разум и начать думать об этом. Начать размышлять об этом. Начинать просто пребывать в этом. Начинать просто переживать даже. Представлять эти картины, что вот я вот такой. Я уже вот, я исцеленный. Я благословленный какими-то вещами. Я помазанный. Вот это принадлежит мне. Я благословенный Богом человек. У меня все получается. Я буду успешен. Вы начинаете просто принимать это. Это мое. То есть вы начинаете насыщать свой дух. Насыщать свой разум. Вы начинаете говорить это. Говорить себе это. Вот говорить это другим. Вот просто не бояться тоже говорить. Не бояться провозглашать, как на самом деле Бог на вас смотрит. Потому что Слово Божие, это самая большая сила во вселенной. И когда вы говорите Слово Божие в свою жизнь, вы просто сокрушаете всякое влияние, всякой тьмы. И вы просто строите свою жизнь. О словах мы еще обязательно поговорим. Аминь. Теперь. Смотрите дальше. Самый, наверное, важный момент. Потому что я встречал очень много людей, которые вроде правильно мыслят. Которые все понимают. Которые приняли истину. Которые уже ходят в этом. Но они не делают самого главного, что на самом деле просто, знаете, как бы оно как запечатывает вот это Слово. Оно сокрушает это Слово до конца. Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только. Обманывающие самих себя. Смотрите. Будьте же исполнители Слова. То есть это Слово нужно взять и исполнить. Нужно просто взять и сделать так, как тебе говорят. Нужно взять и сделать так, как говорит Библия. Нужно взять и поступить так. Нужно просто взять и поступить так. Так, например, как пастор Женя, помню, мы в Корею поехали, а я же уже пастором стал, два месяца, и пастор Женя, он просто берет меня, вот слава Богу, у него разум преображен относительно этого, и он борется со мной, и он мне говорит, нельзя вот так ходить в церковь, вот ты пастор, теперь тебе надо купить костюм. А я себя в костюме не видел никогда, я не вижу, я не любил это все, а он мне просто берет и говорит, все, надо, чтобы ты его купил, вот, мы там перерыли все, но мы это сделали, вот, я не хотел, я сопротивлялся, что сопротивлялся мне, вот, они улыбаются, там, Лена и Закир, они, наверное, больше всего нянчились со мной, я им мерил вот это, вот это, вот это, вот, и я не хотел это покупать, я понимаю, что не хотела, вот, мой разум, он просто, не привык меня себя так видеть, а пастор Женя берет и говорит, нет, короче, ты поедешь, купишь, мы купили первый раз два костюма, потом у нас украли эти костюмы, пастор Женя, там, сколько там, семь костюмов, да, там, украли, вот, пастор Женя настоял, чтобы я все равно поехал и купил все-таки себе костюм, вот, почему он это делает? Он делает, он не просто говорит мне какие-то слова, он заставляет меня еще что-то сделать, вот, и поэтому, когда вас кто-то что-то заставляет сделать, сделайте это, если, допустим, это то, что я иногда тоже сам делаю, когда чувствуешь, что, знаете, вот, ну, немного какие-то нищенские такие твердыни, купите себе ноутбук не средний какой-то, а такой получше, вот, Mac, не надо Mac, я Apple не люблю, знаете, почему? Потому что это уже превратилось в какое-то идолопоклонство по всей земле, вот, я специально не буду это покупать, куплю себе что-то другое, но хорошее, вот, поэтому купите себе что-то хорошее, и когда вы покупаете себе что-то хорошее, что-то в вашем мышлении отваливается, когда вы покупаете не просто бэушную какую-то вещь, а лучше потерпите, купите себе новую и хорошую, аминь? И это что-то производит внутри себя, если ты прочитал книгу, вот, и там написано, что откладывай одну десятую часть, просто заплати сам себе, вот, из тех денег, которые ты получил, просто отложи это сам себе, если ты отложишь, то что-то в мышлении твоем относительно денег изменится, но если мы не будем этого делать, то оно так и останется вот этой твердыней, поэтому нужно тоже поступать, соответственно, Слова Божьего, нужно быть исполнителем Слова Божьего. И дальше, ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот будучи человеку, рассматривающий природой черты лица своего в зеркале, он посмотрел на себя, отошел этот час, забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывшим, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Аминь. Есть счастье, тогда, когда мы просто весь этот процесс доводим до конца, и мы преобразовываем свое мышление. И последнее местописание, которое меня прям в последнее время коснулось, есть такой парень, Крефлодолар. Вот он об этом учит, наверное, больше всех. Возьмите, просто посмотрите тоже его проповеди. Он сам там какой-то миллионер, у него большая церковь, у него видно, что просто разум настолько преображен. И когда он учит об этом, там есть особенное помазание. Крефлодолар. Такой парень. В Америке. И у него проповеди о мышлении. Это очень интересные вещи. Теперь, последнее местописание, и мы будем молиться. Ефесянам 4 глава 17 по 24 стих. Ефесянам 4 глава 17 по 24 стих. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. По суетности ума своего. То есть, когда-то мы поступали по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме. Отчуждены от жизни Божьей. То есть, когда-то мы были просто помрачены в разуме. Но когда мы во Христе, это должно просто преобразиться. По причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасетимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о нем и в нем научились. Так как истина в Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Аминь. То есть, нам нужно отложить этот прежний образ жизни. С чем был связан прежний образ жизни? С тем мышлением, которое было у нас. И поэтому нам нужно отложить это старое мышление. И нам нужно облечься в этого нового человека, в это новое мышление. И здесь интересный момент. Я всегда задавал вопросы людям и Богу. Что значит обновиться духом ума вашего? И этот парень, он тоже объяснил так, интересно, я никогда так не слышал. Что значит духом ума вашего? Духом ума вашего, это говорится о подсознании. Как наше подсознание реагирует, и оно автоматически, знаете, как бы оно просто производит что-то. Есть какая-то реакция автоматическая, которая есть у тебя. Есть какие-то привычки, которые, знаете, есть какие-то установки, уже которые там, в подсознании. И поэтому часто, когда даже ты хочешь поступить по-другому, но когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, почему-то ты поступаешь именно так. И это просто производится из твоего подсознания. И Бог, Он хочет, чтобы изменился не только наш разум, а также наше подсознание. Не только наше сознание было преображено, а также наше подсознание. Но как преображается наше подсознание? Тогда, когда ты эту истину просто осуществлял в своей жизни много раз. Когда ты так поступал много раз. Когда ты поступал в соответствии со словом много раз. И это уже довелось до какой-то привычки. Это уже довелось до какой-то системной реакции в твоей жизни. Это уже довелось, знаете, до автоматизма. Это как иногда мы можем, допустим, мы можем ехать на автомобиле, и мы можем думать о чем-то другом. И мы можем на автомате какие-то вещи делать. Даже когда мы попадаем в какие-то экстренные ситуации, мы все равно можем реагировать как-то. И мы понимаем, что это не из сознания вышло, а это из подсознания. То есть это такая рефлекторная реакция такая была. Но что происходит? Бог хочет, чтобы мы прежде всего обновили свой разум. И мы обновили тоже свое подсознание. И довели это до автоматизма, чтобы потом уже у нас в разуме сформировалось разумение Божье. У нас сформировалось вообще то, что было раньше твердынями дьявола, то у нас сейчас сформировано, знаете, как бы твердыни истины, твердыни Божьи в голове. И когда дьявол начинает тебе что-то говорить, у тебя сразу и приходит автоматическая реакция. И ты не можешь упасть автоматически в грех так, как ты раньше падал. Но это нужно просто довести путем того, что ты просто берешь эти слова Божьи. Ты позволяешь им преобразовывать свой разум. И ты поступаешь так много раз. И в конечном итоге это становится образом твоего мышления. Это становится образом твоей жизни. Это становится образом твоего мировоззрения относительно себя, относительно окружающего мира, относительно церкви, относительно Бога. Аминь. Вот, в принципе, все, что я вам хотел сказать. Давайте мы воздадим славу нашему Богу. Вы меня поняли, да? Вот, поэтому давайте мы будем не слушателями забывчивыми, а исполнителями того, что мы слышали. И я верю, что особенные благословения, которые вы еще не переживали, они придут в нашей жизни. Это будут исцеления, это будут новые семьи, это будут новые благословения, это будут новые дома, квартиры, автомобили. Вот, это будут новые вообще финансовые прорывы, это будут новые благословения. И я хочу, чтобы мы сейчас поднялись и мы молились с вами. Но мы не молились такой молитвой, что Господь, измени меня. Это неправильная молитва. Если вы молились такой молитвой, то вам нужно перестать молиться такой молитвой, Потому что Бог, Он нас не меняет. На самом деле, Он сказал нам в Своем Слове, что вам нужно самим преобразить свой разум. Вам нужно самим работать над этим. И это на самом деле, это пахота, это работа. Особенно в тех вещах, в которых ты уже настолько укоренился. Это будет неудобно, это будет иногда больно. Иногда будет больно услышать истину какую-то о самом себе. Иногда тебе просто кто-то обличит и скажет, тебе не нужно так жить. Уже выходи из-за этого, сколько можно в этом жить. И вас будет это ранить, но Бог хочет, чтобы мы взяли эту истину и сами себя преобразили через это Слово. Бог уже высвободил Своё Слово, и Слово, оно может нас изменить. Но мы должны сами взять это Слово и просто впустить его в своё сердце. Впустить свой разум, говорить об этом, мыслить о себе так, поступать в соответствии с этим Словом. Давайте мы поднимем сейчас руки к Нему. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что прямо сейчас Ты здесь. Ты слышишь нас. Ты знаешь наши сердца. Ты знаешь наши мысли. Ты знаешь наш разум, Господь. Ты знаешь все наши неправильные установки, все наши неправильные убеждения, всё наше неправильное мышление, всякую ложь, которую дьявол насадил в наших жизнях. Всякую ложь, которая пришла нам от родителей. Может быть, в школе какие-то вещи нам говорили. Может быть, даже во Христе нам какие-то лидеры говорили. Боже, мы просто приходим к Тебе сейчас. И мы благодарим Тебя за Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твое присутствие и за Твою благодать, силу и власть на Твоем Слове. И пусть Твое Слово, оно просто придет в жизнь каждого из нас. И оно сокрушит всякую твердыню. И я прошу Тебя, Отец Небесный, высповеди, Господь, свои слова в жизнь каждого из нас. Просвети, Господь, эти твердыни. Просвети эту ложь в каждом разуме. Просвети эту ложь в каждом сердце. Просвети это, Господь. О, Дух Святой, приди и высвети эту тьму на свет. Высвети эту тьму, Господь. Высвети эту тьму, Боже. И я прошу Тебя, Дух Святой, излей Своё Слово, излей Свою благодать. Излей Духа премудрости и Духа откровения к познанию Тебя. Откройся нам, Боже, и дай нам увидеть как Ты смотришь на каждого из нас, как Ты видишь каждого из нас. Боже, пусть через Твоё Слово придёт это правильное понимание, это познание истины. Познайте истину. Я говорю сейчас, жизнь каждого человека, что каждый на этом месте, он познает истину, и истина сделает его свободным. Закон свободы, закон совершенный, он просто приходит, он просто приходит сейчас. И я говорю тебе, что Дух Святой сейчас, он приходит на тебя, он помазывает тебя Духом премудрости и Духом откровения. О, Дух Святой, я утверждаю эту благодать на Твоём народе, я утверждаю эту благодать на Твоих детях, я говорю в сердце каждого, Ты Сын Божий, Ты Дочь Божья. Я утверждаю это Слово, я сокрушаю этим Словом всякую твердыню в разуме, всякую твердыню сиротства, всякую твердыню сиротства во имя Иисуса Христа. Я говорю, Господь, что каждый, он благословен, каждый избран, каждый помазан, каждый богат, каждый исцелен, каждый силен, каждый благословен, Господь, всеми Твоими благословениями. О, Дух Святой, дыши сейчас на Свою Церковь, дыши на Свой народ, Господь, и пусть Твое Слово, которое было сегодня сказано, оно преобразит, оно преобразит, и я утверждаю, Господь, что Твое Слово, оно преобразит каждого во имя Иисуса Христа. Давайте мы поднимем свои руки еще к Нему. И давайте вместе скажем, я помазан, я избран, Дух Господень на мне, Дух Господень внутри меня, я не саранча, я лев, я праведник, а праведник смел, как лев. Я имею верстновение, я имею благодать, я имею силу, я имею власть наступать на всякую твердыню в моей жизни, на всякое влияние тьмы в моей жизни. И во имя Иисуса Христа я провозглашаю, что я богат, я благословен, я исцелен, я благословен живым Богом. Поздай славу Богу, я благословен во всех сферах жизни. Поздай ему большую славу. Аллилуйя! 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 Давайте мы соберем еще большую славу нашему Богу! Аллилуйя! Слава тебе, Господь наш! Слава тебе, великий Бог! Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!